Сделать округ лучше и красивее помогут детские и молодежные проекты. Наша телерадиокомпания объявила конкурс «Мой север, мое будущее». Лучший автор проекта станет обладателем специального приза зеркальной фотокамеры. По словам куратора проекта Татьяны Широковой, идеей для конкурса послужило благоустройством муниципалитетов. В этом году за счет средств окружных грантов многие поселки заметно преобразились. Были построены детские дворовые площадки, высажены цветочные клумбы, появились уличные спортивные тренажеры. И, как говорят главы поселений, на этом останавливаться они не будут. Свежие идеи всегда пригодятся. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 7 до 18 лет. Возможно, в создании проектов им помогут их родители. И что самое главное, на мой взгляд, эти работы не просто будут отмечены ценными призами, но и самые лучшие из них попадут в администрацию округа и войдут в перспективные планы развития нашего региона на следующие годы. Уже сейчас в телерадиокомпании со всего округа поступают перспективные проекты. Некоторые работы приносят целые классы. Очередную партию города будущего организаторы ждут из пятой школы. Ребята с интересом взялись за эту работу. Сделали черновые варианты. Продумали разные варианты новых построек. Выражают свои мечты в этих работах. Хотят видеть какие-то новые здания интересные, прямо космические из будущего. Либо хотят большинство из них построить в нашем городе аквапарки. Кто-то хочет велосипедные дорожки, а кто-то хочет вертолетные маленькие площадки, чтобы было удобнее добираться в школу. Анна Воробьева, ученица четвертого класса. Преображение начала с родной школы. Здесь в школе электронная доска, мягкие стулья. И все работают на компьютерах. Есть комната отдыха, когда на перемене все отдыхают. Вот кто опаздывает на урок, садится на лифт и едет на нем быстренько в класс. По словам ученицы, не успевающих учеников в этой школе точно не будет. Кроме оборудованной внутренней части, прямо на крыше школы будет бассейн, тренажеры, футбольное и волейбольное поле. На переменах можно будет подышать свежим воздухом и отдохнуть на оборудованной детской площадке. Анна Воробьева, когда вырастет, планирует возглавить коллектив новой школы. Одноклассница Ани Дарина Малафеевская позаботилась о жителях Малого Качгарта. Вместе с мамой Дарина разработала план парка культуры и отдыха. В этом парке будет специальный мини-парк для выголособак. Беседки, там где можно пожарить шашлыки и такие мосточки на реку, чтобы можно там половить рыбу или еще что-нибудь поделать. И мини-зоопарк был, чтобы никуда не летать в Москву и ходить в московский зоопарк. Прямо вот здесь сходить, например, посмотреть на белого медведя, может, тынное, на оленя. Организаторы ждут новые работы, которые принимаются по электронной почте info.trk.sever.ru или по адресу ledina25a, редакции телеканала «Север». Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Продолжение следует...